Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Рэдис. Кто есть кто в античном мире? Дополняю данными из википедии и из интернета. Лапифы, Лапиты. Горное племя, жившее в Фессалии, имевшее с кентаврами общего предка Иксиона. Лапифы прославились в основном битвой с пьяными кентаврами на свадьбе своего царя Ирифоя в Гиппадаме. Эта сцена запечатлена на фронтоне храма Зевса в Алиме. В последующие века этот сюжет был хорошо известен по Авиде. Однако художники и скульпторы не слишком часто к нему обращались. Пользуется славой рельеф Микеланджело, изображающий кентавра Махи. Из википедии о происхождении Лапифов и их царя повествует Деодор Сицилийский, пересказывая древние мифы. От океана и Тефии родился Теней. От Пене и нимфы Креусы были рождены Гипсе и Стилба. А Стилба от Аполлона родила Лапифа и кентавр. Лапиф поселился у реки Фесалии, названной в честь Пене. И стал царем и женился на Арсеноме, от которого у него было два сына Фарбант и Перифант, унаследовавшие власть в этих краях. Вся совокупность народов, живших на подвластной им территории, стала называться Лапифами. Сын Лапифа Фарбант перебрался в Оле, откуда его призвали на помощь опасавшийся могущества Пилопа, царь Элей Эпей. Сын Эдемиона, внук Аэтлия, который и передал ему царскую власть на Элид. Эту власть над Элидой позднее унаследовал Эгей и Актор. От Перифанты и Астиагаи, дочери Гипсея, родился Антион, старший из восьми сыновей. Антион женился на Перемель. От этого брака произошел Эксион, который, совокупившись с облаком в области Геры, породил у человека природный кентавр. Ну вот так вкратце о Лапиф, горное пление, которое жило в Фисане, имевшее с кентаврами общего предка Эксион. Пока-пока, до свидания.